карте, которая объявляется незадолго до старта конкретного турнира. Привет, уже тысячу раз сказали, что в описании турнира сетка от 10 апреля. Да, да, просто приходил товарищ, спрашивал сетку от 10 апреля много раз. Мы сделали, ну, отправили, в общем, Message of the Day ссылочку на тот турнир. Просто актуальную сетку никто не спрашивал, а вот ее спросили. Поэтому специально для него. Спелл это не тот, кто отжимался тысячи раз за день на стриме, не или нет? Он не должен был так страдать. Джиз, кстати, не очень удачное название, созвучит сленговым названием мужского семени, говорит Физи. Ё-моё. Да, мы-то не знаем, а вот иностранцы могут... Ну ладно, ничего страшного. Все, понял, вопросов больше нет, респект как-то так тому пацану. Вообще, это не вызывало никаких вопросов, конечно, респект. Давайте поболеем все-таки за Плиза, потому что... Опа, сразу Патма. Уже плюс в карму, потому что смотреть на Дима Дима там мы только что видели. Кстати, Плиз был в чате, когда мы смотрели прошлый матч. Он знает, как будет играть ЛиЛДС, по крайней мере, приблизительно. Можно же, конечно, поменять стратегию, но чаще этим не заморачиваться. Вот. Плиз тоже старичок. Он же в ЕСФРХ, да, ведь? ЕСФРХ. СДМК, Плиз. Да-да-да, это все, это все старая московская гвардия. Там Кощей тоже. Много очень хороших игроков в ЕСФРХ играл. Кажется, и Кемпер тоже. Если я правильно помню. Уверен, что он с десяток никнеймов можно назвать, которые в ЕСФРХ играли. И большая часть из вас узнают эти никнеймы. Доллар. Доллар точно был. И очень хороший Хуман. Не смущай. Хэппи, говорит Виктор Зонин. Виктор Зонин, что-то токсичный какой-то сегодня. Уже второй коммент, который такой, ну, сомнительный. Плиз все еще в чате, говорит Стасек. Да. Не, ну, слушайте, там не тот уровень, чтобы... Все уже, стрим либо замочен, либо выключен. Начинается. Эманга, я не уверен, что спейл в ЕСФРХ, но вполне вероятно тоже. Патма с одной арчой. Вторая арча у Патмы. Ух ты. Стрелка. Уже Дима нарезал весьма и весьма неплохо с когтями по арче. Но дальше решил не лезть, потому что и вторая потянулась, и... Жизни маловато. Патма, на самом деле, если лоб в лоб, она, конечно, дико Димке проигрывает. У нее скорость атаки значительно медленнее. Урон меньше, брони меньше, здоровья даже немножко меньше. Нет, брони, кстати, столько же. Мне казалось, у Димки когда-то на старте было пять броней. Возможно, ему в какой-то момент тоже ловкость немного резали, но это было давно. Был уверен, что у Димы пять броней на первом уровне. Спас через Мунвелл Виспа. Да, тут очень опасно. Майкер, привет. А был ли на твоей памяти хоть один профессиональный игрок, который добивался результатов варика из Африки? Хотя бы любой другой популярной игре. Не-не-нет, не помню. Я помню, наоборот, комичные случаи, когда товарищи из какого-нибудь ЮАра приезжали по Старкрафту, ну или из какой-то страны, где игра совсем не популярна, но там проводились отборочные. Ну, потому что там страна выбиралась не по количеству профессиональных игроков, а по степени развитости представительства Самсунг. То есть, если этот регион интересен, там проводились отборочные. Вот. Да, были люди, которые, например, приезжали на турнир и тренились против компьютера варик. Я не скажу, какой никнейм, к сожалению, но я помню, катку нагнул Вуди. Товарищ как там. Там никакого представления о Билдодорах, ничего вообще. Он приехал на финал чемпионата мира, потому что, ну, видимо, его национально-отборочный, кроме него, никто не пришел. Хороший момент, хороший момент! О-о-о! Блин, там такой Димка, но он получал хорошо. Вот. В Старике тоже такие же темы были, когда там на какого-нибудь корейца в первом туре Олимпийки попадался не очень умелый игрок. Там какой-то протас был тоже из непонятной страны. И не отбивался от первых шести собак. Просто вот не отбивался он от них. Ах, не задиспелил Веспа. А, это иллюзия. Иллюзия немножко сбила с толку. Но Плиз играет очень агрессивно. Вы посмотрите. Во-первых, он подпушивает. С нагой. Должен догадаться, что Димка второй настоящий. То есть верхний. Нет, он не догадался. Но быстро сообразил, кстати. Отконтролил неплохо Арчу, но... Блин, как же здесь быть-то? Просветки нет, кстати. А, есть просветка, конечно. Гравди, спасибо. Телепорт на две Арчи. На две Эли. Плиз здесь хорошо отконтролил. Можно было, конечно, еще двух следующих Арчей и так падать. Это самое. Вот, но не стал, не стал. Зерги не перелетает. Да. Так. О, талонница. Нифига себе, Плиз. Плиз слушает стримы. Он либо помнит, как играли раньше. Но, скорее всего, он и помнит, как играли раньше. И слушает периодически Бобра. Потому что я так этого талона рекламировал. Просто вспоминал о нем. Рекламил один. Максимум два талона. Масарчи. В Мироре как раз через Патму, через Нагу со свитком лечения. Это шикардос просто. Выключить фейри-фаер, естественно. Подкопить ману. Потом в нужный момент включить. Ну, добей тролля. Эй-эй-эй-эй. Куда побежал? А здесь выход в Медведей. Такого человека надо пушить. Такого человека надо разведывать и надо затем пушить. Возможно, кстати, этих собрать. Потому что здесь хороший артефакт может выпасть. Из серии хилвардов. А забрать с таким количеством... Нет, он не хочет время терять. Может быть и правильно. У Плиза 43 лимита. Он берет с собой виспов. Должен здесь есть свиток лечения. Здесь по дороге. Не знаю, почему не берет. Виспы для того, чтобы диспелить Реджуф. И, возможно, для того, чтобы построить Амаоф. Димка третий. Большой инвул у него есть. Ё-моё. Как же он хорошо прокрипался. Сейчас свиток будет. И пошла атака. 44 лимит на 43. Лимиты равные. Но там третий Дима. Меня беспокоит очень он. Аоф будем строить. Нет. Виспы только для диспела. Нет, Аоф. Пошел хорошо. Неча Блессинг есть. Неча Блессинг не сделал. Арбы не будет. Минус Магас это очень важно. Ферри Фаер. Смотрите на Димку. Готовится диспелить Реджуф. Висп прям тактический. Ой, диспелит Реджуф. Прекрасно. Инвул, правда, урубает Дима 15-секундный. И начинает бить Нагу. Врезается в Нагу. Свиток, не свиток. Бутылку передал Наге. Свиток использовал. И, блин, талон недоконтраливает, к сожалению. Какой же Дима дикий, а? Пытается убить Нагу. Нага убегает на последних хитах. 43 лимит на 36. Нас уже меньше. Надо отфокусить Медведя. Медведя отфокусить надо. Отступает Плис. Фокусит Мишку. Не фокусит Мишку. Блин, он не подпускает Нагу. Но Нага на последних хитах выживает. Фокусит Медведя. Убивает Медведя. АОВ достраивается потихонечку. 45 лимит на 38. Отменить. Вынужден барак. Как же Лил Ди Сип отлично контролит, а? Надо было добить Арчу еще на развороте. Не хватает контроля, к сожалению. Блин, как же не хватает контроля. Добивает Арчу. Получает Берна. Там, блин, уже Т3. Там Т3. Скоро будут Медведи с формой. Этим пушем мы должны были его убивать. Да, светоключение. Ждем Нагу. Надо еще Виспо убрать с базы. Да, берет Виспа оставшегося последнего. Ну, вот успел Димка, видите, прокрепиться, получить артефакт хороший. Плюс-плюс левел. Уже не хватает нам, к сожалению, Испола, чтобы Диму пробивать. Там с каждым Медведем он будет восстанавливать большую часть здоровья у Демон Хантера. И это самая большая проблема. Продавить будет крайне сложно. Почему-то Нага не купила свиток. Ну, ресурсов у него, видимо, не было. Отменить бы магазин. Здесь талоны, кстати, нет, чтобы уже с Медведями сражаться нормально. И приходится сейчас... Ну, что приходится сейчас? Дима контролит хорошо. Отступает. Плист недоконтроливает дико. Медведь шатает всех арчей. Просто всех арчей. Нагу, правда, убили. Магазин минус. Медведя бьем. Может, к свитку отступить, а? К свитку отступить. Нагу пустить за свитком. Нагу пустить за свитком. Вниз. Нагу пустить вниз за свитком. Дима очень битый. Давай, контроль, плиз. Он еще может выиграть. Диму можно убить. Да! Хорош! Ой, хорош! Нагу, Нагу, не отдавай Нагу в чистом поле, пожалуйста. Да? Третья Нага. Я бы вышел. Швед не сдается, но я бы вышел, если честно. Ну, за свитком сбегай. Побежала. Нет, не побежала. Ну, что ж ты ее не докон... Он ее отправляет в магазин. Потом она обратно из-за того, что в одном бинде возвращается назад. Ну, беги ты до магаза уже, решайся. Убегая до магазина, свиток лечения там... А-а-а, он в КД. А потому что надо было через свой, когда бежал бы, закупил бы там свиток. Протекшн покупает. Какой протекшн? Что мы несем? Еще не факт, что продают. Выкупили Димку в... Ой! Инвиз на Наге. Купил свиток лечения. Просветка. Ползи, родная, ползи! Спасение рядовой Наги. Живет, Нага, живет. 36 лимит на 39. Плиза чуть-чуть побольше. Но у ЛиЛДС уже восстановлены свиток лечения. Отлично. Протекшн, отлично. Димка бежит. Под Риджу вам. Блин, опасно. Все равно опасно. Форкет. Нагу начинает фокусить. Блочит. Прекрасный Демон Хантера! Батмой, вы видели! Четвертый Дима, правда. Ай-яй-яй. Под Риджу вам, как он регенится. Нет! Убегает на последних хитах. Нага наша подставляется. Не доконтроливает. Плиза. Пытается... Да, подрезает. Нага, нага. Аккуратней. Там третья нага уже. Нет! Диму убить. Диму сложно убить. Пытается до Димки добежать. Выстрел один. Нет, не добежать. Наге снова нужен свиток. Ё-моё. Патма подставляется. Швед контролит. Ёшки-матрёшки. Телепортироваться надо. На развороте Диму попробовать убить. Диму! Ну! Да! Последним выстрелом Диму добивает. Вот это кадр! Вообще! А-а-а! Хорошо! А-а-а! Там прям четыре стрелы! Три залетело! И четвёртая последняя! Бах! А-а-а! Стрелка по Диме наносит на уроны пять, наверное. Учитывая штраф один. Штраф от брони. Ох! Главное сейчас не затягивать. Лимит есть. Выпили нагой. Прошли, купили два свитка. Идём в атаку. Давай! Давай! Ты очень мутный, говорят. Да, я щ... Там у меня фокус сбился. Ну что? Подождите. У меня вебка постоянно, блин, короче. Вот она автофокус ставит, и нихрена не видно. Сфокусируйся. Я пытаюсь. Я пытаюсь сфокусироваться. Сложно. Свиток один. Свиток ждём второй. Покупаем. Три, два, не дождись. Один. Деньги есть. Всё. Молодец. Всё. Идём в атаку. Тридцать стрель лимита. Виспов ещё хотя бы одного. Двух виспов. Отлично. Талон есть. Прекрасно. Сейчас пропушим. Ща как пропушим. Главное контролить. Плис прекрасно контролит. Ребята, в чатике после этого появится Плис. Если появится, приветствуем его. Пошла атака. Монобёрн. Чуть назад. Подконтроливает Патму. Самое главное сейчас распределить урон по всем юнитам. А потом только поражать свиток. То есть не подставлять героев. Не подставлять. Не подставлять героев. Не подставлять героев. Ну не надо подставлять героев. Свиток, блин. Форкет. Уже вынужден первый свиток вьюзать. Сейчас главное нагу убрать, чтобы... Ну да. Просто додавить. Додавить. Ничего сложного уже нет. Минус медведь. Минус арчи. Фокус прекрасный. Аура Патмы работает. Просто Мунвелл один, Мунвелл второй. Не лезь туда. Не лезь. Правильно. Не лезь. Спокойненько. Фокус. Минус Мунвелл. Задиспелить надо было Виспа. Естественно. Подконтролить Арчу. Не доконтроливает плиз местами. Дико. Фокус по медведю. Свиток рано прожал. Прорывается к наге. Вражескую нагу фокусит. Убивает нагу. Убивает, скорее всего, медведя. Пятая Патма. Третья аура. Здравствуйте. Дамага. Забежим. Тут расстреливаем оставшихся. Арчей. Изи. Ой, молодец. Все-таки плиз. Молодец. Агрессивная стратегия. Интересная. Фэрифайр. Фэрифайр. Виш. Все. И пусть он уже отсюда сам пытается уйти. Возвращаемся на мейн. Убиваем Мунвелла. Алтарь. Отлично. Хавалайн. Привет. Привет. Да. Катка очень потная. Присталевает. Ладно. Фокус по алтарю. Нага еще долго-долго не будет выходить. Инвулл даже приобрел. Плиз. Персональный став пошел на мейн, видимо, для того, чтобы... А, не. Не на мейн. Он лечится на присте. Но это мелочи. Сейчас ему нужно срывать срочно виспов. Причем большое количество для того, чтобы нагу восстановить. Он ее отменяет в алтаре, потому что понимает, что он не справится. Минус алтарь. Мунвелла устанавливает слева. Талоны, естественно, надо подконтроливать внимательнейшим образом. Потому что, если ты тупо посылаешь его через атаку, у талона рейндж 600, насколько я помню. 600. У арчи 700. Вот у вас как бы одна... Они всегда чуть ближе находятся, чем арчи. Вот. Из-за этого как бы их фокусить изяво. То есть вражеские арчи, как правило, по ним легко попадают, не двигаясь вообще. Поэтому талонцев надо индивидуально контролить. От них урон не нужно. От них нужно, чтобы они просто жили. И кидали фейрифайр. Ну и атаковали можно по героям, которые подходят. Ну, по димке в частности. Вот. Сейчас у нас утро. 24 лимита на 50. Для того, чтобы здесь выиграть, я даже не знаю, что должно произойти. Тем более, плиз не лезет там. Не ныряет внутрь базы. Сделает бараки. Прикрывается. Все. Все нормально делает. Там еще свиток лечения есть. Мейн уже очень быстро уходит, как вы видите. Виспы выходят под мейн чинить. Можно нагреть там сделать форкет или... Да. И мейн фокуснуть просто. Фокусит мейн. Минус дерево. Не сдается швед. Вообще борется до конца. Гэгэ. Плиз хорош. Было несколько микромоментов. Прям очень вкусных, когда...